никого нету или есть кто есть 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 хорошо вот слушаем дальше номер 200 521 521 события дня так минутку это значит сегодня 18 я не переставил тут 522 лука 1631 эпиграф если бы кто из мертвых воскрес не поверит и поэтому свидетельство библии дороже чудо если бы люди воскресали у них есть закон моисей пророки пусть слушают они это евангелие от луки 16 глава это за 17 мая семнадцатого года и тут появился человек один от его звать артур алёхин я его не знаю москвич ну там может быть 30 лет 20 с чем-то и он в наших ресурсах прибывает уже давно четыре ролика поставил при том так где на нас нападают а он это опровергает при том фактами и вот вчера он поставил уже поставил ролик сначала просто о наших ресурсах второй был о романе а никите потом о романе а вчера обо мне поставил ко мне вот он сидел уголовник а он все места взял и поставил одно на него нападать стали то он тогда эти ролики делает и мне передает я и скачиваю теперь я им хозяин то всего разрешения то и он называется так этот ролик игнатий лапкин очередное заключение если на наши видеоканал зайдете маленько при этом может быть сколько я не знаю 20 или что роликов его видно он стоит без бороды такая белая рубашка один и под ним вчера игнатий лапкин очередное заключение но тут у меня показано как она выглядит название вот но это вообще интересно я сделал там 30 комментариев вот кто хочет узнать больше истины вот эти комментарии все прочитайте о нас из книги до слова божия нет уз у кого она есть это в из книги я выбрал самое необходимое 30 комментариев это тоже удивительно он к я теперь являюсь хозяином этого ролика и 30 комментариев и показал как приговор суда идет и все это документировано это документы я публиковал документы не тоже о себе что я сказал ни одного слова там нету а только ну где-то писалось в публикациях а так что писали решение суда прокуратуры и все с документе документов состоит я ему отвечаю просмотрел я внимательно ваш ролик на малые неточности не обращаю внимание ибо от того ничто не меняется не со зла вы это сказали в главном вы нигде не слукавили это артуру пишу как бы ища своего не испортили наши отношения не уронили свой имидж вид характеристику это любому видно благодарю вас артур и да сохранит вас господь от всякой лжи и впредь на наших ресурсах море информации все как бы в ушедшем в прошлом но по-прежнему как город да будет на вершине горы с огнями непотушенными да будет у каждого из нас его жизнь единственное и неповторимое нашу биографию помогают сотворите друзья и враги по допущению благословению божию административную статью по распространению записи магнитных сняли еще во время следствия и на суде по этой статье уже ни слова не говорили то есть я нигде за это ничего мне не 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 брал то есть абсолютно пленки если была она там 6 30 допустим она округлялась до 7 чтобы легче рассчитываться так это речь шла не об одной пленке а тысячах и все это остальные чистые берут 100 пленок стоп с чистых вернули и все а я работал день и ночь 20 на часа уходил только на сон судили за угрозу развала советской власти по статье уголовной 190 прим из архипелаг гулаг которым пришлось именно мне наполнить страну за 10 лет раньше журнала новый мир в котором появились первые главы архипелага гулаг скачал себе и закачал вы можете убрать свой ролик и он его сразу у себя убрал я пишу дальше на нашем видеоканале уже выставлены три видеоролика о том как провели мы день деревни 14 мая семнадцатого года прижал митрополит сергий иванников со священства московского партерхата все это можете посмотреть здесь называется литургия митрополит сергий иванников потеряевки 26 и 199 лет 199 как она первый раз была а 26 как заново за 14 теперь второй ролик большой впервые ритургию записали полностью от корки до корки трапезу отца якима и дальше игнатий сказал слово православие сегодняшнем можете прослушать трапезу отца и кима а то все прям при самом начале вот и третий ролик тоже от начала до конца концерт на день деревни потеряевка посмотрите и вчера мне скинули владыка серьги посетил потеряевку 15 мая семнадцатого года опубликовали они праздничную божественную литургию храме во имя священномученика анфима епископа никомедийского села потеряевка возглавил митрополит барнаульский алтайский сергий 14 мая семнадцатого года в этот день возрожденной алтайским миссионерами деревни исполнилось 26 лет 199 служители служа сослужили владыке сергию настоятель храма протеерей аким лапкин благощинный барнаульско монастырского округа и романах филарет бердников и радиакон сергий логинов владыка сергий поздравил всех с праздником и преподал свое архипастерское благословение вот что нам дорого напомним деревенская община поселка потеряевка была зарегистрирована в 1995 году и восстанавливалась силами братьев лапкиных христианских проповедников и акима и игнатия это все взято с сайта алтайской епархии митрополии так в городе пока стоит только я один это я написал тем кто хотел нам помочь так что лучше высылайте на меня нам и нужно купить срочно холодильник стиральную машину и плиту готовите с духовкой после того если будут еще желающие помочь то только после 10 октября нас пока тут не будет с 10 июня 17 года вот я пишу за спрашиваю володи нашего пащенко утром тут должен быть михаил кальмаев приехать что сделали за эти три дня володя отвечает тут посмотрите они двое с никита никого нету двое роман там свое строит отвечает володя загибайте по пальцам за три дня конечно и утренние вечерние молитвы это все само собой мир вам мне пишет на южном пруду заделали вход воды слева ушло два дня почти два дня представьте на один пролет только у них ушло это работали там я понимаю носили глину ведрами дальше посадили три грядки лука поберились стены у никиты на кухне и в одной комнате еще скопали две грядки у надежды васильевны дальше никита сгреб сухую траву у дома дальше я начал скопать в палисаднике у дома состряпал 15 булок хлеба и многое другое по мелочи а все это за это один день выходит там от тех дней отрывали и дальше отцу и акиму потребовалась вода чтобы поить овец и он попросил сашу шадрина подключить электричество к моему дому это володя говорит установил насос и шланги сейчас можно брать воду из колодца завтра даст бог пойдем заготавливать березки ну что можно сказать вот ребята так работают но и дальше наши ресурсы я буду показывать вот фотография тут я мой мир в шапке вот здесь можно писать на почту очень удобная система второе это форум тут тоже приходят новые люди вот новые люди пришли сейчас я покажу их но очень трудно показывать большие фотографии они буквально разодрали у меня эфир вот видите какой батюшка какой он вид то у него боевой вот матушка пчелка подстрижена это не годится никуда не годится сделать замещание ребятишки двое тот который постарше глаза такие острые видно что умный ребенок и он пишет игнатий тихоныч христос воскресе воистину воскресе его михаил отец михаил простите за беспокойство я написал книжечку интересно тоже ваша ваша только точка видимо зрения если будет время посмотрите пожалуйста торговля храме 82 страницы протеерей михаил питницкий северно донецк где-то там наверно может даже не был там семнадцатый год и контакты какие книга посылки но эту книгу похоже уже разбирал он не знает второе пишет муцуреги хичиро как японец какой-то игнатий тихонов здравствуйте меня зовут григорий можете подсказать какой перевод библии на английский язык является лучшим в плане точности перевода заранее спасибо но у русских легко сказать синодальный я другие английские переводы смотрел это только мое мнение самый лучший джеймса то есть перевод якова короля якова хотя не само но при нем было это определенно и если бы занимался когда я там английским языком то только им занимался но может мои ограниченные знания больше не знает но думаю это так и есть и вдруг епископ евлогий гудченко одесса то есть украины сидит жезлом вот и мне пишет христос воскресе уважаемый игнатий тихонович воистину воскресе как его звать-то епископ евлогий гудченко так хотел бы приобрести изданное вами толкование на священное писание помогите с любовью о господи архиепископ евлогий но на это ответ даю устанавливать в мой мир заходите и моем мире там все найдете куда посылать я напишу адрес куда деньги переслать и вот опять этот батюшка снова краткое содержание моей книги то есть он решил вот он написал не брали запропать я признаю что мне ее раньше присылали и я ее просмотрел хорошая написана книга все но ничего не сделать и александр никитин такой мужчина серьезный и ребенка держит и ребенок сильно похож на него уважаемый гнатий тихонович на телеканале рэн тв санкт-петербурга стартовала программа система взглядов для продвижения проектов соцсети вк создана группа хотелось бы видеть вас участником этой группы с уважением александр ну что ж берите я могу сказать мои материалы даю участникам если по будете говорить по skype не отказываюсь пожалуйста ну как я могу сказать тут вот пишут это пишет а мне администрация скидывает они мне не сами на форуме то кому отвечать то она контакты из контактов этом контакты я не захожу сколько раз говорю пишите сюда пишите нет отвечать а куда отвечать то отвечу я здесь мы я могу ответить здесь то же самое повторить но и да тут она остается администрация раз в месяц может заходит потому что здесь все нормально и ну не требуется внешательство администрации модераторов где-то они ежедневно там работают а здесь нет и дальше видеоканал вот наш видеоканал вот сходу пока говорил и появилась тут видимо комментарий кто-то дает я напарывался не один раз начинаю без подготовки считать над прочитаю сейчас что тут пишет ади кто пишет мало если худо я сразу закрою пользуется димаренко минутку храни господь я сам все изготовлю ну ладно давай во славу божию нет пока еще с богом где-то утром рано приедет михаил ну рано утром желал приехать ну все мы двое тут будем до вечера ну пока позвонишь тогда с богом заботиться сестра готовит здравствуйте изучаю буддизм уже несколько лет на самом деле это не религия как это преподносит в этом мире это наука в уме как и в каждой ну что сказать ему алексей димаренко алексей димаренко это сатанизм в чистом виде если там хоть что-то взято от иудеев в книге других которые верят там мусульман то здесь то ничего нету совершенно нету нету стопроцентный сатанизм он находит изучает эта книга для того как ват затянуть как отвергнуть христа вот мой ответ но раз он решил так так пускай так и будет вот теперь попутно скажу вот у нас просмотров на ю тубе 6 миллионов триста двадцать четыре тысячи сто шестьдесят один и подписчиков 6 тысяч девятьсот пятьдесят девять то есть маленечко люди заходят но не всем это нравится и теперь мы тут о русском языке я брал вопросы добавляю к этому хотя бы по вопроса по два вот теперь открывай один вопрос он в книгах есть вопрос две тысячи четыреста один десятый том открытым оком у меня 33 тома нельзя ли собрать сказанное защитниками церковно-славянского языка и приверженцев великорусского языка при богослужении чтобы человек мог самостоятельно прийти к нужным выводам лишь как собрать ну соберите почему а то мне вопрос задают в университет а там я вел занятия ну сами-то работаете вот вопрос услышали мне опять садится я и так на улице даже в тюрьме это выводят на час прогулку то у меня несколько минут ворота открыть кто приедет ответ такие книги уже есть но все они с крутым уклоном автора в пользу мертвого непонятного народа церковно-славянского языка называется богослужебный язык русской церкви история попытки реформации издания сретенского монастыря 1999 года по благословению патриарства и россии 2 ответственный редактор архимандрит тихон шевкунов теперь епископ 411 страниц книги размер книги 240 на 170 миллиметров это я сам все сделал приверженцы непонятного богослужения говорят так страница десятая кавычки открыты это новая языковая ситуация мнимого двоязычия вызвала у представителей высшего сословия потребность переводить чужого и примитивного языка как они воспринимали церковно-славянский язык богослужения на понятный и культурный каковым стал для них созданный в начале 19 века новый литературный язык для всего остального церковного народа духовенство крестьянство купечество язык богослужения продолжал оставаться родным и понятным а главное единственно возможным для такой высокой цели как служение богу это защитники церковно-славянского языка так говорят главная причина приверженности приверженности к церковно-славянскому языку заключается в том что богослужение традиционно вот придумать надо с богом разговаривать традиционно но в рот же все на пропалую традиции да посмотрите женщины так как их называют все время бабы бабы отец дмитрий смирнов то все в штанах без подков это традиция да посмотрите на старые фотографии ни одной нету чтобы она была в мужской одежде а мужичились традиции стоят мужики все с бородами тут все бритые традиции ничего нету обман один пустота дым главная причина приверженности церковно-славянскому языку заключается в том что богослужение традиционно божественная природа культа слова то какие способствует неизменности того священного языка на котором впервые были написаны или переведены богослужебные книги внутреннюю причину достаточно агрессивных нападок на церковно-славянский язык связано с богоотступничеством как можно сказать если я по-русски желаю чтобы понимать это уже богоотступник требования переходе от богослужения на общедоупотребительные языки раздались не только в россии но и среди других православных народов при этом в одних поместных церквах верующие сохраняют древний богослужебный язык как например в греции на афоне в россии а в других например в болгарии в сербии от него отказались на родном стали служить в англии на родном русском до тех пор пока тот или иной народ сохраняет верность богу его богослужебный язык остается для него единственным языком письменности но вранье сплошное не писать и считать не умеют на нем не разговаривать мертвый язык то требования переходе на национальные языки легко возбуждает националистические амбиции а они заставляют забыть о единстве веры не могу считать это кавычки закрыты потом открытой страница 12 рассмотреть явно отвергаемый церковным народом мысль о богослужении на русском языке боже сохрани от перевода на разговорный язык именно тогда из-за охлаждения веры в высшем обществе возникла проблема непонимания церковнославянского языка кончилось тем что сначала на русский язык перевели библию а затем стали издавать молитвословые сборники канонов на русском языке вполне закономерно что на этом пути очень скоро был сделан следующий шаг и в церковной печати начала двадцатого века открылась полемика о пользе перехода богослужения на русский язык это в этой книге которая защищает церковнославянский язык но попросили я публиковал публикую это так но вы же против церковного совета я даю имя совсем мало что я против то но есть люди которые говорят мы должны рассмотреть что они говорят страница 32 для многих людей из высшего общества постепенно терявших связь с церковью церковный язык стал непонятным а службы казались скучными и затянутыми с появлением в россии сети филиалов британского библейского общества мысль на переводе священного писания на русский язык уже не казалось ни кощунственной не бесплодной они даже считали кощунственной переводить библию и бесплодной судя по доводам сторонников такого перевода им представлялось что эта мера привлечет к вере равнодушных и колеблющихся сторонниками участником этого перевода был будущий святитель филарет московский по решению святейшего синода первый уже напечатанный тираж периода пяти книжек на русский язык был уничтожен но намерение перевести на русский язык всю библию со временем окрепла и осуществилась 70 1870 годы 1876 теперь спустя столетия когда оцениваешь прошлое с точки зрения пережитого страной и народом все доводы о пользе необходимости подобных переводов которые должны были по мысли их инициаторов предотвратить надвигающиеся на россию богоотступничество кажутся своего рода маниловщины русская библия проложила путь идеям русификации богослужения то есть они против перевода раз переведено священное писание почему бы не перевести на русский язык малопонятными простым верующим богослужебное песнопение и каноны доводы были все те же непонятность богослужения препятствующие общению с богом откуда это наваждение это церковно-славянский язык не понятен русский народ сумел пронести любовь и верность славянскому языку через десятилетия большинство же верующего народа приемлет наш церковный язык и ничтожа вопреки глаголит то есть они даже говорить не умеют вопреки а что скажешь то писание не знаешь ничего не говорят это как во время перестройки виде анекдота было один мужик вышел и начал митинговать дожились спичек нет зайдешь ничего нет мыло нет гвоздей нет а два стоят одетая при галстуках подошли с двух сторон сразу мужик ты лишнего много говоришь тебя пора шлепнуть стенки до не те времена он кричит вот дожились мыло нет спичек нет и даже шлепнуть нечем вот так и здесь ничтожа вопреки глаголит аж говорить то нечем шлепнуть то нечем народ любит этот язык даже если не каждый хорошо понимает потому и любит даже не понимаешь не исправляешься и сказка я вижу как люди делают усилия чтобы все лучше и лучше его усвоить усвоить да никто не понимает отстоял ушел епископ пермский андроник это времена 1917-18 год говорит переводить богослужебные книги славянского языка на русский для интеллигенции вообще народа не посещающего храмы нет нужды ибо они отошли от церкви пострадает господь казнит его епископ омский сильвестр пишет это все на революционном этапе тем же кто не понимает стихи и канона в храме можно посоветовать одно считать их заранее а до этого взять в руки грамматику церковно-славянского языка и немного позаниматься так и хочется сказать церковно-китайского церковно-японского такие тексты действительно сложно по содержанию на любом языке со слуха не могут быть поняты и многотрудный перевод их на русский язык не поможет то есть они и академию кончили доктора богословия лечить богословие то и нечем из той бабки то одной один говорит а бабка то слушает а ты баба знаешь кто с тобой говорит да откуда мне знать то богослов а так бог он для всех он бог и для слов говорит вон как богослов то первое церковно-славянский язык обладает всеми достоинствами идейными художественными классической непосредственностью будущее общеславянским является для нас классическим языком посмотрите первое достоинствами какими идейными их и никто не знает художественными какие ни одного слова не понимает классическая непосредственность вообще не понял я даже классическая да еще и непосредственностью ну кто на ком стоит то будущее общеславянским кто у нас тут никого и нет одни русские является для нас классическим языком это вообще шесть разных наименований ни одного божественного второе созданный в пору высшего религиозного одушевления славянских народов освещенный тысячелетним употреблением святых угодников божиих он носит себе благодатные следы духовное является для нас незаменимым это сильвестр все говорит третье живая разговорная речь наша переменно носит на себе нравственные следы текущей жизни нравственные следы все слова то какие-то от грамоты он говорит то потому затруднительно и неполезно изменять богослужебный язык по росту ясной речи по росту ясной речи вот как можно запутать то умосы сатаны сильвестр четвертый пункт христос спасители святые апостолы для проповеди употребляли ясные современные языки но молились по преимуществу на классическом языке древности откуда узнали неизвестно где считаем и все по-игрейски пятое церковно-славянский язык имеет свои легко одолеваемые трудности и подлежит изучению в школах еще узнают они в души святом души не в духе шестое несовершенство славянского перевода церковных молитв и песнопений подлежат обязательному исправлению посредством тщательно пересмотра текста то есть переводить надо но нельзя ну поэтому надо пересмотреть подправить но нельзя и страница 68 соборного решения допустимости использования русского языка богослужения не было промысл божий не допустил реформации русской православной церкви соборного решения не было ну какое решение это когда все взяли всех арестовали поколотили а уже было уже все внесено было страница 68 91 самое опасное для русской церкви сила это новый завет на русском языке заметьте самое опасное я долго не мог понять почему противились переводу священного писания слова божия святой библии оказывается царю они писали царь не переводи если переведешь на русский язык библию это революция будет убьют тебя а почему-то людям-то откроются глаза никуда шли-то умерли не крещеные родители-то самая опасная для русской церкви сила это новый завет на русском языке если православные миряне приняясь благодаря ясному русскому изложению содержанием евангелия вообще библии принимают русский перевод и бросают текст славянский то они порвали уже связь православной церковностью то есть православная церковность это тьма непрорубная страница 95 при увеличенном нам кажется и жалоба на недоступность церковного языка понимания нынешних поколений указание на то что народ присутствие в церкви и слышать чтение и пение на славянском языке не понимает того что поется и считается и во спорно счастье правда есть в этих жалобах на этот недостаток в тексте наших богослужебных книг указывает очень многие из еприхальных преосвященных в своих отзывах по вопросу о церковной реформе представленных в святейший сенот правда встречается частное неудобо понятное выражение в тексте наших богослужебных книг и мы готовы согласиться с тем что таких выражений довольно много но раз много значит ничего не понятно при повстречающихся выражениях малопонятных то есть на другие малопонятное заменить им надо народу уловляет общий дух характер и смысл чтения ну как он у как он уловляет когда не знает смысл чтение и пение слышимых в церкви и при понимании усвоения то есть сам придумал теперь свои слова толкует при понимании усвоения главного душой молящегося при богослужении может быть не происходит большого вреда может быть не происходит большого вреда что выскользает от внимания некоторые частности и не во всей полноте входит в разумение верующих предлагаемое в церкви для общего назинания и для возбуждения молитвенного духа наш народ с детства слышит славянский язык и с детства более или менее осваивается им это пишется сильвестер более-менее ой 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 не зря бог их всех убивал тех архиереев то это только так могут говорить лютые враги народа губители скрыли запечатали сундук золотом закованной обручами стянутый или пуле непробиваемом сосуде вода плещется открыть нельзя запаяли ее як при понимании общий дух да люди вообще не понимают михаил ардов священник пишет на но вы вместо прислали его в катя слышу какой-то шум ягод из лотаря выглянул дышу все столпились около столика куда кладут хлеба освещать а чего это ради служба идет я говорю а что это там делается то у вас как сюда батюшка вы же сейчас считали народ и выполняет а что сказали еще читал такое-то отложим по печенье вы сейчас так говорю но но заранее купили печенье люди сразу кидаются чтобы отложить с одной кучки другую но вы же сейчас считали только отлажь на тебя разве обмещение говорил ну я так и понимаю да как же ты так понимаешь что ему помогает там диакон какое печенье вам здесь так вы еще хотите сказать что и чай не будут подавать нет но как же говорили и чаю воскресенье мертвых мы так и знали что чай будет когда воскреснут из мертвых хоть напьются ой-ой-ой это это пишет священник вы даже не знаете какая тьма там едва ли кто станет утверждать что народ как глухой стоит безучастно совершенно не понимает того что перед ним поется считается встречается невразумительное речение в канонах и службах миней а кто их а можно указать также и псалтыри но мы не можем сказать что они существенно вредят настроению молящихся и делает их безучастными к совершению богослужения ты совершенно и люди не понимают совершенно ничего только господи помилуй тут еще воспринимается не только умом но и сердцем первее и более чем умом молитвенное настроение с каким приходят церковь на то или другое богослужение и какое церковь делает поддержать во входящих с верой и благоговением храм божий охраняется и поддерживается всей внешней обстановкой совершаемого богослужебного священнодействия и общем более или менее уловимым для всех характером и смыслом этого священнодействия у людей благочестивых она не ослабевает а держится в напряженном состоянии если не все воспринимается умом их а павел будет буду молиться духом буду умом если иные даже многие слова ускользает от их внимание иные то есть многие то есть все поэтому едва ли безусловно справедливы те которые передаются излишним сетованием виду того что не все и не все понимают предлагается верующим церкви при богослужении ну кого сектанты ушли баптисты многие простецы упреждают нас разумных в царстве божием то есть которые не понимали они уже в царстве божием упреждают раньше нас пришли откуда он узнал сильвестр нужно заметить еще что в богослужебных чтениях и пениях иное является мало понятным простому народу не потому что передается на церковно-саймском языке а по свойству тех высоких предметов и понятий какие в них излагаются при изъяснении которых неизбежно бывает некоторая тень таинственности конечно желательно более полное разумение их то есть стопщица отходит опять подходит и на одном месте хранители мрака и тьмы вот кто они такие в этом случае на пастырях церкви лежит обязанность разъяснять неудобно разумительные места и речения и доводить вверенных им попечению пасом их до более полного понимания тайн веры да зачем слово то нужно и поставить какое нужно вы но вот я говорю вы но что такое вы но ни один не отвечает вы но означает всегда они руку из кармана вы ну животе твоему земли ты стоят с такими животами как на 9 месяце беременности вас и делая такие замещания мы отнюдь не думаем что при замеченных несомненных неисправностях дел оставалось в прежнем виде без изменений у дальше не буду считать со страница 110 оставлю на завтра очень много здесь но и вот так на этом сегодня все так кто с нами до конца был голос подойти к я буду перечислять анатолий здесь нету здесь здесь сергей игнатов сергей пупков андрей то есть нет нету ушли да ну все тогда на этом уходим выключайте выключите кто-то может всю систему давайте с богом